Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Show Russian Confidential – Impressor Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Show Russian Tourism Road Stay Russian Via «Драссамайзур». Russian Tourism Road Show отвечают за реализацию бизнес-проектов Китайской Народной Республики за рубежом. Здесь наше посольство, здесь многие компании, которые работают с Российской Федерацией, поэтому мы, собственно говоря, здесь, в столице. Russian Tourism Roadshow – это объединенная презентация туристского продукта и инвестиционных предложений в сфере туризма от российских регионов. Данный формат данного мероприятия выбран не случайно. Он подразумевает донесение до профессиональной целевой аудитории информации о туристских возможностях регионов и инвестиционных проектах, подготовленных с учетом требований и специфики китайских деловых кругов, а также с учетом особенностей организации туризма в нашей стране и структуры образующих турпотоков Китая – внутреннего и выездного. Russian Tourism Roadshow будет проходить в двух частях. В первой части – в городе Пекине, на которой мы с вами сегодня присутствуем. На данном мероприятии будет презентован российский турпродукт и представлены инвестиционные объекты в сфере туризма, расположенные в основном в европейской части страны. Вторая часть состоится в сентябре в провинции Холуньцзян и будет посвящена презентации российских инвестиционных проектов приграничной зоны и регионов Дальнего Востока. Я кратко ознакомился с Roadshow, что мы сегодня будем проводить, какой формат нашего мероприятия. И для приветственных слов разрешите мне пригласить на сцену участников и гостей нашего мероприятия. Для приветствия от имени Федерального агентства по туризму приглашается Амон Дмитрий Михайлович, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму. Добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад вас сегодня всех здесь видеть. Я надеюсь, что наша работа будет плодотворной, удачной и, самое главное, результативной. Разрешить я оглашу приветствие от Федерального агентства по туризму. От лица Федерального агентства по туризму приветствую участников Russian Tourism Roadshow. Тесное сотрудничество туристских ведомств, других государственных структур и предприятий туриндустрии наших стран открывает новые перспективы роста взаимных туристских обменов. Обмен годами туризма между Россией и Китаем создал условия для развития новых направлений и форм сотрудничества в сфере туризма. К таким направлениям можно отнести двустороннее взаимодействие в сфере инвестиций в туристскую отрасль. Мы впервые проводим в Китае мероприятия в форме Russian Tourism Roadshow и уверены, что оправдаются самые высокие ожидания участников проекта. Будут установлены прямые контакты между российскими и китайскими партнерами, и их плодотворное сотрудничество станет существенным вкладом в развитие российско-китайского сотрудничества в сфере туризма. Желаю участникам мероприятий успешной работы по реализации поставленных целей и задач в рамках проведения года китайского туризма в России и в дальнейшей перспективе в интересах наших стран и народов. Руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Вслед за руководителем российской делегации от российской стороны приветственные слова к организаторам, участникам и гостям Russian Tourism Roadshow огласил советник-посланник посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Евгений Томихин и торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике Сергей Цыплаков. Дальше мероприятие продолжилось в формате дискуссионной панели, в ходе которой Дмитрий Амунс ответил на интересующие модератора вопросы. Дмитрий Михайлович, ну давайте с вами. Сколько китайских туристов посещает Россию? Какие показатели въезда россиян в Китай? По итогам прошлого года общий поток китайских туристов в Россию вырос почти в полтора раза. Это всем известно и составил 343 тысячи человек. Если вы помните, на открытии года китайского туризма в России президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что он ожидает, что по итогам текущего года, по итогам 2013 года, по итогам реализации года китайского туризма в России, по его оценке, Китай выйдет на первое место. И я, честно говоря, думаю, что это на самом деле так. Мы сегодня видим колоссальный рост въезда китайских туристов в Российскую Федерацию. Но что касается Российской Федерации, то по итогам прошлого года Китай посетила больше миллиона. Если быть точным, то миллион триста тысяч российских туристов. Как, на ваш взгляд, какие мероприятия проводят страны? И какие мероприятия наиболее важны, по вашему мнению, в цель увеличения туристских потоков? Мы сегодня говорим о наших взаимных годах, о годе российского туризма в Китае в 2012 году, который мы очень удачно провели. По итогам года мы начитали более 300 мероприятий. По итогам года российского туризма в Китае. Вот только что мы с коллегами сидели, когда готовились к нашему сегодняшнему мероприятию. Мы поняли и обсудили статистику уже на данный момент. И получается, что год китайского туризма в Российской Федерации будет представлен более 400 мероприятий. Это и конференции, и обмены делегациями. Это, вы знаете, посещение журналистов из Российской Федерации в Китайской Народной Республике и так далее. Планируется автопробег Москва-Пекин. В общем, в этом году будет более 400 мероприятий. Я думаю, что это будет существенным вкладом в развитие российско-китайского сотрудничества в целом. Далее вниманию участников были предоставлены презентации инвестиционных проектов отечественной туриндустрии, а также туристического потенциала российских регионов. Все выступления сопровождались синхронным переводом. Для более наглядного ознакомления с инвестиционными проектами Соль и Лецк Курорт, Оренбургская область и региональная гостиничная сеть город Санкт-Петербург была организована отдельная застройка стендов с распространением печатных материалов на китайском языке. В заключении первого дня руководители российской и китайской делегации приняли участие в пресс-брифинге и ответили на вопросы представителей средств массовой информации. Частливительно, сегодня мы пели наши презентации очень удачные. Я тоже видел сейчас из России больше десяти регионов. Они хорошо показывали о своих образах, о своих городах. Я считаю, это действительно очень правильно, потому что они очень хорошо готовы. И даже все на китайском языке, и там еще есть кино, все хорошо готовы. Я считаю, действительно, после этого китайцы, китайцы, еще наши предприятия, по-больше уже знают Россию, хорошо знают российские регионы. Это действительно очень помогает, что по-больше друг друга понимают. Это для помощи китайской эмиссии, это очень важно. Я считаю, это очень удачные наши мероприятия. Спасибо. Ну что ж, коллеги, закончился первый день. Вы знаете, что в рамках года китайского туризма в России мы проводим довольно много мероприятий. Я уже говорил, что у нас больше 400 двухсторонних мероприятий в течение этого года. Вот сегодня одно из них закончилось, Russian Road Show в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и вездного туризма. Вы знаете ключевые цифры. 343 тысячи китайских туристов посетило в 2012 году Российскую Федерацию. Рост серьезный, больше, чем на 20% по сравнению с 2011 годом. Наших туристов посетило китайскую народную разведку по 1,3 млн. Мы рады, счастливы и гордимся нашими отношениями с китайцами, с нашими китайскими друзьями. Плотно сотрудничаем с государственным управлением по туризму КНР. Установили некоторое время тому назад тесные рабочие отношения с ГКРМ, Государственным комитетом развития реформы КНР, вот с ассоциацией господина Хэ, которые отвечают фактически за деятельность китайских компаний, организаций за рубежом. И считаем, что мы сегодня заложили очень неплохой фундамент для развития нашего дальнейшего сотрудничества. О чем идет речь? Речь идет прежде всего не только об обмене туристами. Мы, конечно, понимаем, что китайские граждане много путешествуют. Нам было бы приятно с тем, чтобы они больше приезжали в Российскую Федерацию. С этой целью были проведены презентации сегодня многих субъектов. 23 субъекта Российской Федерации приняли участие в работе Роуд-шоу. И мы подготовили специальные предложения. Не только показали, чем богаты наши города, области, но и подготовили специальный проект, так называемый «Красный туризм». Послезавтра будет презентация этого проекта нашим китайским коллегам. Это путешествие по местам, связанным с историей Коммунистической партии Китая, с историей Коммунистической партии Советского Союза, с Мао Цзэдуном Лениным в Российской Федерации. По просьбе Государственного управления по туризму мы сделали специальные маршруты. В Государственном управлении по туризму назначен специальный зам, который отвечает за «Красный туризм». Это говорит о том, какое большое значение они отдают этому направлению. Это раз. Значит, специальные проекты и презентация субъектов. Очень важный аспект нашего сотрудничества, развития нашего сотрудничества – это развитие инфраструктуры. Мы сегодня говорили о том, что китайцы, Китайская Народная Республика, китайские компании имеют большой опыт деятельности за рубежом, в том числе реализации инвестиционных проектов за рубежом в совершенно различных сферах. И в создании объектов инфраструктуры, это и стройка, это эксплуатация объектов, это применение высоких технологий. Мы в том числе представили несколько инвестиционных проектов, я надеюсь, что вы имели возможность ознакомиться с этими проектами. Во-первых, речь идет о создании сети среднебюджетных гостиниц, что очень важно для российского рынка. Это гостиница «Три плюс, три минус». Было несколько интересных презентаций и затем в кулуарах обсуждений этого проекта. Затем очень известный проект, который вы все хорошо знаете, это парк «Россия», это почти тысячи гектар рядом с аэропортом Домодедово. Отличный, серьезный, такой масштабный проект, несколько тематических парков должно быть, как вы слышали сегодня на презентации, в рамках реализации этого проекта. Мы в субботу вместе выезжаем недалеко от Бекина, смотрим аналогичный тематический парк с тем, что мы познакомимся с опытом китайских коллег. Сегодня также обсуждался вопрос создания совместной приграничной авиакомпании. Мы еще окончательно не решили, на базе какой из российских авиакомпаний будет, возможно, создано такое предприятие, но наша задача заключается в том, чтобы мы за счет такого проекта смогли увеличить пассажиры в туристский оборот между приграничными территориями, провинциями Китая и областями Российской Федерации, мы считаем где-то от Томска до Дальнего Востока. Проектов много, проектов много интересных. Я хотел бы еще упомянуть вполне такой реальный с нашей точки зрения проект, это новый туристский кластер в районе Байкала. Нам известно, что премьер-министр, когда был сейчас в Аркутске, он в том числе этот проект обсуждал, поэтому мы надеемся на развитие сотрудничества с нашими китайскими коллегами. Уверены в том, что это сотрудничество будет развиваться очень такими серьезными темпами и по итогам этого года, и по нашей оценке, и вы слышали, что на выступлении открытия ввода китайского туризма в России президент Российской Федерации сказал, что, скорее всего, по итогу 2013 года Китайская Народная Республика по числу туристов, посетивших Российскую Федерацию, выйдет на первое место, обогнав таким образом Германию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова